Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Канал для воды превратили в сточную каналу. Как решить проблему, думали мэр Дербента и глава Минмиллио водхоза. Отравление в Кизляре. Динамика положительная. Обошлось без тяжелых случаев. Четверть века на страже рубежей Родины. Корабль Дербент с пользой служит стране и почетно носит имя своего славного города Тевске. Жители Дагестана направили более 11 тысяч предложений по освоению средств федерального гранта в размере 1 миллиард 267 миллионов рублей, который был представлен правительством России, республики за эффективную работу руководства. Об этом сегодня сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов, подводя итоги сбора предложений. Опрос проводился на сайте ведомства. Предложения поступили от жителей практически всех муниципальных образований региона. Наибольшее их число связано с решением социальных проблем и благоустройством. Реконструкция Самур Дербентского канала стала главной темой встречи главы Дербента Хизри Абакарова с руководителем Минмелевого водхоза Залкипом Курбановым. Канал является одним из самых крупных в республике. Он подает воду для рашения сельскохозяйственных полей всего Южного Дагестана. Первый этап реконструкции объекта был начат еще в 2015 году. В рамках второго этапа, начавшегося еще в октябре 2019 года, реконструируется 5-километровый участок, проходящий через город Дербент. На встрече также была озвучена проблема с канализационными стоками, направляемыми в русло канала. Из-за отсутствия канализации жители домов, расположенных вдоль канала, сливают отходы прямо в него. Поэтому перенос несанкционированных канализационных сетей – важнейший вопрос, который надо решить. Сегодня в России отмечают День российского студенчества. История праздника тесно связана с историей Московского университета. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о его учреждении. С тех пор студенты в этот день организовывают гуляния, игры и другие развлечения. Возволь к Дагестану этому событию традиционно посвящены праздничные мероприятия. Свой профессиональный праздник студенты проводят весело, но без отрыва от учебы. Врачи городской больницы Кизляра выписали 107 детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией. В настоящее время под наблюдением врачей в больнице еще находится 44 человека, среди которых 21 ребенок. Их состояние врачи оценивают оптимистично. Все больные – легкой и средней степени тяжести. Они получают необходимое лечение в полном объеме. В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных. Он будет расположен внутри действующего департамента. Точные даты появления пока не называются. Но, по словам главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, страна обеспечена приютами для животных всего на 20% от необходимого. Генпрокуратура уже начала проверять, как регионы страны исполняют нормы закона в этом направлении. Вот уже 25 лет на охране рубежей Каспийского моря. Знаменательную дату сегодня отметил экипаж пограничного сторожевого корабля «Дербент». С места событий наш корреспондент Луиза Раджабова. Именно этот пограничный сторожевой корабль носит название древнейшего города «Дербент». Вот уже 25 лет он несет службу в акваториях Каспийского моря. Представляет интересы экономических границ и также охраняет биологические ресурсы. Корабль «Дербент» был спущен на воду судостроительной фирмой «Алмаз» в городе Санкт-Петербурге. В октябре 1995 года пополнил корабельно-катерный состав пограничного управления ФСБ России по республике Дагестан и приступил к охране морских рубежей на Каспийском море. За последние 4 года наш корабль три раза завоевывал кубок при практических артиллерийских стрельбах. Ивляется лучшим кораблем в артиллерийской подготовке среди кораблей пограничного управления. Если долг нас обязует вступить в морской бой с другим военным кораблем другого государства, то мне кажется, что его шансы будут равны нулю. Познакомиться с жизнью и бытом экипажа корабля прибыли и семьи пограничников разделить праздник со своим отцом пришел и маленький Кирилл. Пока муж следит за порядком в море, Мария поддерживает порядок в доме. Жена пограничника признается, быть замужем за моряком – ответственная задача. Конечно, тяжело и физически, и морально, тем более с ребенком, но знаем, что у нас есть крепкое плечо, крепкая защита, надежная защита. И мы всегда ждем нашего папу и любим. Поздравить моряков-пограничников прибыл и глава города Дербент Хизря Бакаров. Я очень рады, что в восторг Каспийского моря плавает корабль под названием Дербент. Так что вы тоже наши земляки, можете приезжать к нам всеми, и мы всегда будем вас встречать с отчеством. Поздравляю вас с 25-й годовщиной поднятия флага на корабле! Ура! 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 Ну, 25 лет – это немалая цифра, немалая цифра причем для этого региона. Регион штормовой у нас. Я еще, наверное, раз повторюсь, что результаты службы этого корабля, оперативно-служебной деятельности, они очень высокие. Экипаж не просто так занял первое место. Есть у нас цифры по задержаниям нарушителей, есть цифры по выполнению задач боевой подготовки очень хорошие. То есть результаты – это на фоне всех остальных кораблей, все-таки первое место по стрельбе – это тоже достаточно серьезно. Вот уже 25 лет пограничный сторожевой корабль «Дербент» несет службу в акватории Каспийского моря и выполняет задачи по охране морских, биологических ресурсов и экономических интересов России, задерживать нарушителей государственной границы страны. Все эти годы сотрудники именного корабля гордятся тем, что Родина доверила им эту непростую службу и с честью несут боевую вахту. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова